ну ребята первый просмотр глядить затаив дыхание показываю вам свою новую кают компанию сегодня долгожданный выпуск то есть больше года прошло с того момента о котором мечтал о том когда салон и вообще внешний вид в том числе этого нового дома начнет преображаться собственно говоря анонсирую прямо сейчас серию нескольких выпусков о том как превращается яхта из старенькой полуразрушенной скорлупы в боевого обветренного как скалы катамарана морского океанского основная идея с которой был приобретен этот парусник такова за какие минимальные деньги можно приобрести материал то есть основу вложить туда свои руки свое время свое сердце и в результате получить полноценный катамаран океанского класса за какие минимальные деньги и понятное дело что труда и денежек суда еще есть куда положить но в любом случае на сегодняшний день это уже далеко не тот гадкий утенок которого увидел 29 декабря 2020 года таким образом обо всем по порядку и для начала о планах планы были грандиозные ну и красивые приобрести катамаран во флориде за несколько месяцев подготовить инженерную часть в конце апреля начале мая выдвинуться в турцию средиземку там сделать ремонт полный полноценный и качественный и уже после полного рефита строить новые планы исходя из из мореходных способностей катамарана и финансовых возможностей капитана и так планы конечно были грандиозные а обстоятельства сложились иначе сначала пандемия потом смутное время на украине подтолкнули меня к принятию совершенно других решений ну когда стало понятно что средиземку в этом году в очередной раз не идти стал перед необходимостью без без квалификации без навыков и умений самому вот этими двумя руками браться за строительство за благоустройство этой лодки постоянно удерживая в голове прекрасную народную мудрость глаза боятся руки делают вот с этой мыслью и было сделано какое-то количество работы на шамане и о том как это происходило спешу с вами поделиться а вдруг вы посмотрите и поймете что это не ваше или наоборот что вы зря прожили предыдущие годы и теперь вам обязательно нужно купить яхту и начать жить иначе а у кого будут вопросы или темы которые хочется обсудить приходите в гости по вечерам в каканат грув недалеко от центра майами сидя на палубе и попивая шаманский чайок очень приятно пообщаться по душам посмотреть на берег с другого ракурса с воды и зарядиться той необъяснимой энергией и магией которая обладает океан которую еще наши предки чувствовали и эта энергия манила их и каждый мальчишка в детстве наверное засыпал с мыслью о морских приключениях странах парусах и женщинах дивной красоты и так друзья приходите в гости буду рад вас видеть на борту попить чайку а если хочется походить под парусом поучиться управлять парусным катамараном это отдельный поход мы обязательно можем его сделать пишите личным сообщением бронируйте места в команде расскажу когда мы выходим а это примерно один-два раза в неделю новые паруса у нас будем тестировать будете набираться опыта и вдохновляться на ближайшие трудовые подвиги ну а в этом выпуске расскажу о том как шла подготовка к наведению этой красоты если понравится выпуск не забудьте отметиться и приятного вам просмотра я первый раз на новом катамаране и посмотрим этот ужас вот такой вот первое впечатление у нас ребята вот такая плитка пока здесь стоит электрическая работают от генератора так понимаю вот вместо газовые плиты вот такая вот дыра вот такая дыра это устанавливали лебедку здесь надо все зашивать шкафчиком еще есть микроволновка на 110 вольт наверняка и небольшой холодильничек ребята просто я бы сказал судовой холодильник ну и конечно впечатляет просто впечатляет освещение сделано по последнему слову техники моего дедушки была такая лампа для посуды есть небольшой шкафчик с правой стороны внизу ящик для вилок и ложек ну очень неудобно нагибаться за каждой вилочкой одна электрическая лебедка нужно ставить и вторую наверняка место здесь есть просто нужно будет подобрать какую-то бушную и установить вот точно по этому же принципу очень качественно очень качественно сделанные иллюминаторы ребята мы даже трогать не будем так и оставим хочу конечно справа и слева в компите сделаны новые рундуки в них хранятся аккумуляторы уф-уф-уф-уф теперь на ближайшее время это мой дом ребята следите следите за этими событиями я надеюсь что будет интересно вот собственно говоря с этого мы и начали этот проект с этого состояния и сейчас последовательно начиная с самого самого начала вы увидите как мы будем превращаться вот это то что у меня за спиной вперед как же этот полуфабрикат превратить в мебель у меня на яхте как же мне его в одиночку поднять ребята вы хоть знаете об этом нет и я не знаю вот так не знаю и будем решать эту задачу ну план у нас в принципе простой нам нужно организовать помощника вот такого помощника мы будем привязывать лист фанеры потихонечку подтягивать и надеюсь у нас все получится для этого вяжем узел висельный узел вяжется довольно просто вот теперь мы сквозь него образуем петельку эту петельку мы будем накидывать на фанеру и выбирать такая у меня гениальная идея ну вы сами увидите что сейчас у нас лучше так стать узел должен быть сверху и когда он сверху вот здесь он затягивает затягивать нет ну вы не думаете что это я такой большой знаток в этом вопросе это я так думаю у себя что оно должно затягивать думаю в действительности вовсе и не факт и так поднимаем потихонечку вот так взял да поднял да понес не лазит зараза чуть-чуть как же мне и тут вот отсюда и не уронить да это же легкое дело ребята все первый лист первый листик на борту ура ура следующий сказал заведующий может быть по два сразу грузить поставили боком и потихонечку его раз и занесли а даем ее а в грузчики пойду ряда вот оно моё призвание буду грузить особо ценные грузы люди мне будут благодарны стану миллионером открою свою школу грузчиков для элитных детей да будет профессия новая вип грузчик спасибо зрители что помогли мне в этот момент вы можете набраться сил и поделиться этим видео со своими друзьями просто плоскость так-то не тяжелый плоскость ближе и вот я взял три десятки и две двенашки на свои наполеоновские планы и сейчас что-то мне кажется что мне не хватит ладно посмотрим вот так вот ребята живется мне на шамане весело радостно с наслаждением и главное приключение не прекращаются я их создаю себе сам но какие хочу такие и создаю приезжайте я вам тоже устрою прежде чем делать салон естественно нужно провести все необходимые коммуникации и в первую очередь дело касалось электрики наибольший объем работы был именно там есть некоторые сферы техники науки и техники которые не удалось освоить это электрика и механика и поэтому собственно говоря я пользуюсь специалистами большими специалистами в этом деле и таким является мой друг дмитрий игоревич он периодически мне помогает и в общем то вся электрика вся навигация которая сделана была на лодке она была сделана им это его заслуга и за что ему огромная благодарность а сделано было действительно много были установлены и новые дополнительные солнечные панели второй блок и батарейный блок и новые чарджеры навигация полностью новая проведена в общем работы было много несколько кадров из этой работы вы сейчас увидите но все это просто иллюстрация для того чтобы вы понимали с каким настроением шла работа вот парни купили мы новый батарейный блок 2 200 амперных батарейки и джим сейчас будем поднимать на борт и устанавливать вот они мои малышки две батарейки по 60 килограмм каждая сейчас легким движением руки я их возьму и перенесу в кокпит главное их не утопить ну будем стараться все дна готова теперь речи надо и вот так вот по ступенечкам 2 взяли еще раз взяли и еще раз ну и вот все мы в кокпите 1 есть теперь легкими невысомыми практически движениями мы поднимем и вторую так сейчас я вам покажу вот у меня есть старых вот эти две батареи и вот эти я сейчас их отсюда извлеку и вместо них установлю две новых агм овских сейчас отключим эти батарейки и будем остырить как они тут станут наши малышки вот отлично встала так это у нас получилось вот все затягиваем коротенького плюсика у нас не нашлось ну поставим пока временно вот этот длинный перед подключением к солнечным панелям проверим наше питание вот эти два провода это зарядка солнечных панелей понятия не имею что получится но очень надеюсь что хорошо пойдем смотреть надеюсь видно зарядка 13 ампер напряжение 12 6 вольт а начинает расти 12 7 ну похоже что мы справились ну что други похоже что мы справились в электрике в электрике пойду так и хочется сказать пилите шура пилите оставить аур в общем по-разному делаются морские приспособления в частности зарядники чаджеры сейчас мы вам покажем как фирма располагает силовые клеммы с расстоянием полмиллиметра без изоляции из-за чего мы должны большие клеммки делать маленькими и их потом монтировать изолировать в общем целая история по доводке штатного морского оборудования вот пожалуйста смотрите вот сюда вот сюда подходят две силовые клеммы плюс и минус естественно они друг друга касаются или по крайней мере очень пытаются прикоснуться спереди да а отлично не подальше чуток хотя конечно близко все равно вот такой поворот и все конечно конечно чуть-чуть повернул и все из-за все замкнуло поэтому мы будем здесь сделать изоляцию а иногда ко мне приезжают гости и вот самом конце этого выпуска маленькая такая зарисовка о том как на закате ребята приехали выпить чашку чая поболтать о жизни и заодно половить рыбешку нет но мне нравятся эти красавцы не успели не успели они приехать на борт и уже вот вот оно обалдеть все ну вот это уже можно жарить между прочим нормальная рыбешка все